Почти все металлы реагируют с фосфором, но очень по-разному. Тут мы посмотрим на несколько реакций и их продуктов. Тигли магний с фосфором. Активные металлы бурно реагируют с образованием фосфидов, формулы которых можно понять из валентности элементов. В частности, магний реагирует с фосфором с образованием фосфида магний-3П2. Фосфид магния заливаем соляной кислотой. Получается фосфин, который горит. Алюминий тоже образуется фосфором фосфид, формулу которого можно понять из того, что фосфор и алюминий трехвалентны, то есть алюминий-П. Для него металл рентгенофазового анализа вполне определена структура. Как и с магнием, реакция протекает бурно. С фосфором. Там сверху марганцовка. Одну каплю? Да, ну две-три марганцовки. Капаем глицерину, закрываем и отходим. И вот он как резко полыхнул и рассыпался. Заливаем водой фосфид алюминия. Как нетрудно заметить, фосфид алюминия реагирует прямо с водой. С выделением фосфина. В случае переходных металлов предсказать продукты их взаимодействия с фосфином практически невозможно. Нужно использовать фазовые диаграммы. В частности, железо образует несколько фосфидов, из которых самый тугоплавкий ферум-2-фосфор. Вот его кристаллическая структура. Железо с фосфором. Пробирка заткнута сверху мулита кремнеземным картоном. Вот здесь тоже смесь почернела. И фосфор почти не испаряется. То есть у нас нету конденсации фосфора на стенках. Только есть какой-то белый дым, видимо, оксид. А нет, всё-таки немного фосфора на стенках села. Но немного. Этим их стряхнём. Так что большая часть фосфора, видимо, прореагировала с железом. К фосфиду железо приливаем соляную кислоту. Но там, похоже, никакой реакции даже и не наблюдается. Никель тоже образует несколько фосфидов, из которых самые тугоплавки никель-5П2 и никель-12П5. Данные по кристаллической структуре мы нашли только для никель-12П5. Реакция с выделением тепла. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Фосфид никеля с соляной кислотой. Так, что-то такое выделяется бурное. Но не горит. Также два фосфида, Купрум-П2 и Купрум-3П, образуют медь. Купрум-3П более тугоплавки, мы попытаемся получить его. Для него тоже получена кристаллическая структура, причём в нескольких исследованиях. Поехали, греем медь с фосфором. Точку одну гребенную, гребенную точку снизу. Так. Так, фосфор плавится ниже, 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 ниже. Потому что реакции пока там нету, пока только фосфор испаряется. Так. Хотя вот какой-то там распространяется фронт. Но он без этого самого, видите, он не горит. Кстати, смотрите-ка. У нас содержимое пробирки почернело, да? И вот мы его дальше греем, а фосфор не испаряется. То есть получается, что у нас фосфор весь с медью прореагировал и больше не испаряется, товарищи. Всё, хватит. К фосфиту меди приливаем соляную кислоту. И ничего. Нет, что-то выделяется. Попробуй. Ну вот, но он довольно быстро, выделение довольно быстро закончилось. Вот. Слышана была вспышка, когда... Хлопок. Хлопок, да. Ну это может быть и фосфиноводород. Для висмута мы не нашли ни фазовых диаграмм, ни структур соединений. Поэтому будем греть. Так, испаряется фосфор. Заполняется парами фосфора пробирка. Сверху образуется белый фосфор. Но реакции никакой нету. Так, висмут расплавился. Висмут расплавился. Но реакции никакой нету. То есть, скорее всего... То есть, зато пробирка сверху заполнилась каплями белого фосфора. То есть, скорее всего, фосфор с висмутом не реагирует. Сейчас мы его потрясем чуть-чуть. Картон горит. Ну это не картон горит. Это прорывается. Пары фосфора прорываются через термостойки картона и загораются. Ну вот у нас сейчас капли фосфора, капли белого фосфора стекают на висмут. И вот, похоже, какая-то реакция идет. То есть, когда капли белого фосфора стекают на расплавленный висмут, у нас идет реакция. Явно идет реакция. Не смех, мне страшно. А вдруг она бахнет? Да нет, уже не бахнет. Вот, максимум горится. Так. Ну, похоже, что-то там прошло, но значительная часть фосфора у нас улетела в виде паров. Да, там. Все? Вот. Нет, колечики. Фазовой диаграммы для системы олова-фосфора в справочнике нет. Однако, существует данные по структуре нескольких фосфидов, в частности, станом фосфор-3 с такими шестиугольниками из атомов фосфора, и станом 4-фосфор-3. Олова с фосфором. Тут фосфор, конечно, сейчас будет испаряться, скорее всего. Так, олова с фосфора. Ну, вот, начинает испаряться фосфор. Испаряться, конденсироваться на стенках. Вот, ну, кстати говоря, вот мы тут начали трясти все это дело, да? Олова не видно больше, но фосфор все-таки испаряется и конденсируется. Возможно, избыток фосфора? Ну, может, избыток фосфора. Так, нет, олово, видите, олово-расплав виден. Нет, уже не виден. Олово-расплав уже не виден. Так-с. Фу, Вань. Так. Так, ну, кстати, олово-расплавлено, олово не видно, то есть реакция, судя по всему, прошла. Вот, и видите, тот фосфор, что нападал, он тоже больше не испаряется. Вот, так же какая-то реакция есть, что там было, будет, что там на самом деле, черт его знает. Ну, сколько-то фосфора все-таки испарилось. Все, хватит.